Здравствуйте всем! Добро пожаловать на мой канал, посвященный орхидеям и другим домашним цветам. Вот видите, я такую заставочку сделала. Любуюсь, как красиво оранжевый смотрится зеленым. Это просто апельсин лежит. Ну, очень симпатичная картина. Очень красиво оранжевый сочетается с зеленым. Просто так увидела. Заметила. Так, ну что. Сегодня я хочу обзор посвятить. Я же не показала, как я пересадила свой цимбидиум. Поэтому, конечно же, кто смотрел, всем интересно, чем же закончилась посадка. Давайте начну. Сейчас вот так отодвину. И это цимбидиум. Ну, поживает он отлично после пересадки. Вот такой вот весь роскошный, большой, красивый. Посмотрите, как детка растет. Вот эта новая деточка. Прямо она очень хорошо растет. Вот она. Ну, она прям подросла. Очень. Вы сейчас по другим деткам увидите. Кто вот смотрел. Смотрите, какая она жирная стала. А вторая деточка. Вот она. Помните, где сломанный был? Я говорила сломанный. Посмотрите, какая огромная вымахала. Это там, где листик был сломанный. Он, кстати, вот. Вот видите, висит сломанный. Сейчас подлезу. Вот он, сломанный листик. Он вообще-то был... Он вообще-то где-то болтался. Это он, не он? Сейчас посмотрим. Да, да, вот. Видите, я, похоже, там оторвала. Вот видите, он здесь вот сломан был. Я оторвала. Посмотрите, как за буквально... Да я даже не знаю, неделю, да? Неделю, может, не десять. Может, неделю. Я думаю, неделя прошла. По-моему, с тех выходных это. Ну да, где-то вот, смотрите, за неделю. Прям вот кинулся в рост. И третья детка такая же уже огромная. Посмотрите, вот я ее показывала. Вот, посмотрите, она уже какая. Вот. Вот она заканчивается. В общем, шикарный, огромный куст. Все ему понравилось. В то место, где я его поставила на восточном окне, ему очень понравилось. Давайте бульбочки покажу. Я там кое-где заметила изменения в бульбочках. Тоже сейчас покажу. Видите, все нормально. Они не желтеют, не загнивают. Все отлично. И сейчас покажу, где изменения. Так, у одной из бульбочек, по-моему, там корень показался. Я уже... Ну, это явно корень, это не новая бульба. Так, вот, смотрите. Вот, видите? Вот, корешочки пошли. Это новый, его не было. Один или два. Не пойму. Ну, тут вот дали не точно, да? Корешочек новый. И посередке еще один корешочек начал расти. Сейчас подлезу. То есть, видите, это говорит о том, что все ему хорошо. Теперь еще, чтобы свет попал. Так, свет не попадает. Я вижу, а сотку ближе надо. И не подлезть буквально. Так. Я ее повернула, так что закрыла. Вон он, видите? Вот. Вот он он. Вот он. Тоже корешок, что ли, появился. Не пойму. Что-то появилось. Какое-то новое. Ну, корешочек это или что. Еще пока непонятно. Я не понимаю пока что. По-моему, корешочек. Ну, вот. В общем, все с ним благополучно. Он оклемался. Пересадка ему понравилась. Ему все-таки тесно было в этом горшке. Видите, корешочки начали расти, пошли в активный рост. Ну, все с ним. В общем, видите, три у него детки растут активно, быстро. Ну, вроде все хорошо. Теперь дальше. Что хотела показать в этом обзоре. Это вот я уже в видео эту орхидейку показывала. Фаленопсис, который у меня собирается цвести. Как я говорила, я занимаюсь орхидеями, ну, где-то год и три месяца. Может, уже четыре месяца. И на первых порах я покупала орхидейки. Ну, что мною руководило. Ну, во-первых, я не совсем умела за ними ухаживать. Поэтому вот как бы, наверное, в качестве эксперимента брала те фаленопсисы, которые были отцветшими, они были ценой просто от тех орхидей, которые продаются в больших магазинах, они были ценой просто подъемные для меня, так скажем. И, в общем-то, вы знаете, вот что зацветет. Но часть-то я покупала цветущими, как бы почти отцветашками. И поэтому, что зацветет, я не знаю. Но посмотрите, вот уже видно, что это не белое. Вот совсем не хочу белых. Белые мне нравятся только, знаете, какие беглипчики. Вот я когда вижу иногда у некоторых людях в обзорах беглипы, чисто белые, без единой крапинки, и губа белая, и вся она белая, просто белоснежно-белая. Ну, я просто балдею от таких беглипов белых. Но вот фаленопсисы белые мне как-то не очень нравятся. Вот чисто белые. Поэтому, ну, классно, что, видите, это уже белым не зацветет. Знаете, такая интересная тоже расцветка. Видно, что она не однотонная, да? Видите, она какая-то... Да что ж не ловит фокус-то? Сейчас вот так поймаю. Вот, да? Посмотрите. То есть, какая-то она сейчас на вид зеленовато, то ли розовая, то ли малиновая будет. Я не знаю, что это зацветет. Вот так, видите, так она более желтая. Вот так видно. Вот так она естественная, вот как я ее вижу. Вот такая какая-то зеленая, какая-то малиновая. Я не знаю, что это. Ну вот, четыре пока что вижу цветочка на ней. Ну вот, собираемся цвести. А вот так она какая-то, видите, желтая они. Ну вот, в общем, я не знаю, чем зацветет. Может быть, расцветет то, что я покупала и знаю, что это. Не знаю, поживем, увидим. Цветение, как говорится, не за горами. И, в общем, посмотрим, чем она зацветет. Так, ну что еще хотела показать? Это вот эту хотела цимбидиум, орхидейку эту в обзоре показать. Теперь, посмотрите, всем знакомый друг. Это моя гузмания. И посмотрите, она даже не думает сдаваться. Она у меня зацвела на Новый год. Вот эта огромная розетка, вот этот цветок, который был некогда. Вот знаете, она сейчас, камера не передает. Она желто-зеленая, а камера передает ее зеленой. На самом деле, она такая желто-зелененькая. Цвет, даже не знаю. Вот зеленая она, а так она мне желто-зеленая глазами. Зацвела, конечно, ярко-красным на Новый год. Не думает сдаваться, растит деток. Абсолютно шикарная, зеленая, кустище огромное. Настолько здоровая. Детка одна уже у нее отсаженная. И вот она еще доращивает. Три детки у нее. Вот огромная одна. Вот под листиком вторая детка. И третья. Вот она. Но вот эту я собираюсь снять. А вот посмотрите, она, моя гузмания, какая она шикарная. Посмотрите, какая огромная вообще. Ой, как я их обожаю. Посмотрите, как долго она цветет. Полгода. И не сдается. Цветок она не засушивает. Посмотрите, детка, как выросла. Вот моя гузмания. А это первая детка, которую я сняла, ну, уже, наверное, два или два с половиной месяца назад. Она уже, посмотрите, как выросла детка ее. Уже, ну, с ростиком, с треть мамы. А теперь я хочу прямо на ваших глазах одну детку снять с нее. Почему? Потому что, ну, все-таки ей силы нужны доращивать. И вот эта детка, она уже выросла, ну, достаточно до большого состояния, чтобы ее можно было уже отсадить. Вот эту детку я сейчас сниму. Так. Вот это одной рукой будет ли удобно делать? Вот. Зря я сказала, что сниму. Нет, мне нужна вторая рука. Сейчас буду снимать, отсаживать. Одну сниму, а те две пусть еще растут. Потому что их обычно надо ждать до, когда они вырастут, на 10-12 сантиметров. Ну, я бы сказала, там, наверное, 10 уже все есть. Вот. И вот эту я сниму, а те две пусть она доращивает. Потому что, ну, почему бы нет, уже можно отсаживать. Ну, вот такая вот кустистая. Слушайте, как я их обожаю. Ну, что за вообще красавица. И представляется, вот она растит. А цветок, когда, да, он зацветает ярко-алым, просто красным-красным. А потом, когда цветок начинает увядать, он начинает сначала становиться оранжевым. Вот, видите, она желто-зеленая. Все-таки там отсвечивала. Сначала он становится оранжевым. Потом он становится каким-то желтым. А потом он больше зеленеет. И вот сейчас он уже такой между зеленым и желтым цвет. Ну, полгода цветку. И вот такая вот роскошная мамаша. И что еще хочу сказать. Вот гузмане, она, по сути, деток дает. И потом она уже все, просто в негодность приходит. Она отцветает, и это растение материнское удаляет. А детки вот эти отсаживают. Они дают новое, ну, растение новым. Вернее, это они дают новые детки. Новое это как бы растение, да. Оно растет, потом цветет, потом опять дает деток. И вот так. И поэтому, говорят, деток надо важно отсадить вовремя. Ну, вот, видите, я сейчас одну собираюсь отсадить. Но мамаша даже сдаваться вообще не собирается. Мне интересно, когда я всех деток сниму. По-моему, она так и останется. Вообще, ей уже три года. Вообще, обычно они год растут, через два года не зацветают. И буквально там за полгода приходит в негодность. Но это уже полгода держится. И вообще, вы знаете, она настолько шикарная. Вообще не думает сдаваться. Ну, посмотрим, как долго она еще продержится. Пока деток растет, она вообще силы должна отдавать свои на деток. Но она так похожа, что особо как-то силы берет из грунта. А даже не собственные силы отдает. А вот, видать, такая мощная корневая, что все и хватает. Ну, посмотрим. Вот интересно, сколько это растение у меня в доме проживет. Ну, вот. Так что, вот такой у нас обзорчик сегодня. Вот такие у нас новости в моих джунглях. Вот так у нас поживает цимбизиум. Орхидейка. Как уже, наверное, первый цветочек распустится я. А выложу видео. Ну, пока вот не знаю. Но главное, что это уже будет не белый. И не знаю, чем за цветет. Я вот так смотрю на нее. Она вообще какая-то перламутровая. Вот опять не выведу. Что такое? Какой-то у нее такой... Какой-то зеленый. Какой-то зелено-белый перламутровый цвет. Вот эти блестят они, видите. Они вот такие перламутровые. Вот отсвечивает каким-то белым перламутрым. Ну, вот такая вот, непонятно. Интересно, что расцветет. Знаете, как кота в мешке. Хотя, может, я скажу, ааа, нет. Я это покупала, и я это знаю. Что это за цветок пока? Не знаю, знаете. Теряюсь в догадках, честное слово. Как же все-таки интересно. А цветы... Не знаю, с чем расцветет. Полная загадка. Ну вот, так что оставим эту, сохранив загадку для будущего видео. И всем пока. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...